Угол атаки. Угрозой номер один миру за этот политический сезон безальтернативно стало исламское государство. Орды кочевников, вооруженные лучше, чем Аль-Каида, фанатичные более, чем Талибан, с неограниченным финансированием и, как показали последние месяцы, крайне серьезным влиянием на умы в старом и новом свете. На этой неделе их пытались выкурить из Пальмиры сирийские войска. Игиловцы отстреливались из музеев и храмов. Для них древняя история не писана. От них намерен отгородиться Тунис после атаки на туристов в Суси. Там обещают построить стену и ров на границе с Ливией, откуда ИГИЛ наступает. О том, как спасти от них своих детей, волнуется почти половина россиян. И, судя по опросам, 4% наших соотечественников по-настоящему обеспокоены тем, что их знакомые поддадутся на уговоры проповедников ненависти и уйдут под черные знамена. И ни для кого уже не секрет, что налажена целая система трафика поверивших со всех концов света, включая Россию через Стамбул до турецко-сирийской границы. Уходят десятками и сотнями, возвращаются редко единицы, часто с халифом в башке и кинжалом в руке. Мой коллега Георгий Алисашвили решил пойти этим путем фанатиков от Стамбула до Дьярбакира, чтобы понять, почему эту тропу на войну никто не перекрывает. Для тех, кто едет воевать за халифат, Стамбул начинается с таких неприметных отелей. Это один из перевалочных пунктов на пути кандидатов в боевики. Туристов здесь не ждут, нам сходу заявляют, что мест нет. Мы просим показать номера, якобы на будущее. Условия спартанские. Портье улыбается, но, увидев камеру, пытается скрыть татуировку на арабском. Эту татуировку мне сделал друг, но что она означает, я не знаю. Здесь не останавливаются дольше, чем на одну ночь. Главная цель – получить у служащих контакты связного. Следующая точка – аэропорт. Направление Стамбул-Газиантеп настолько популярно в определенных кругах, что этот утренний рейс уже прозвали «Джихад-экспресс». Прилетев, будущие бойцы ИГИЛ пересаживаются на автобус до глухого райцентра Килис. Дорога туда займет не больше часа. Я про ИГИЛ говорить с вами не буду, потому что у нас и так вся молодежь только об этом и говорит. Мухтар, то есть старейшина, говорит, за последний год его 40-тысячный городок изменился до неузнаваемости. С одной стороны сюда стекаются сирийские беженцы, а с другой впервые за всю историю в Килис потянулись европейцы и американцы. И появилась новая профессия – проводник до границы. Найти проводника в Килисе проще простого. Это самые обычные таксисты. До границы Сирии отсюда всего 25 километров. И стоимость поездки лишь немногим больше 30 долларов. Чтобы добраться до Сирии, не нужно знать иностранных языков. Достаточно просто сказать водителю «тель». Это проволока по-турецки. Но что это означает в Килисе, знает каждый. «Тель» и «Лютфан». Попасть сюда из Сирии легально невозможно. С турецкой стороны на вход граница закрыта для всех. Туда выпускают только сирийцев. Но участков, где проволока – единственное, что отделяет Турцию от Сирии – десятки. Военные патрулируют их только днём. Это безлюдная, пустынная местность. Таксисты прекрасно знают, кого они возят к проволоке. Но отказывают редко. Никакой политики. Просто бизнес. Люди постоянно ездят на границу. Мы никогда раньше так часто туда не ездили. Я простой таксист. Я вообще не поддерживаю исламистов. Но пассажир платит деньги. И если я могу его подвезти, я его везу. За всю дорогу мы встретили лишь несколько военных и проехали мимо одного КПП. Документы никто не спрашивал, а патрулей мы не видели. Вот это та самая проволока. Так на этом участке выглядит турецко-сирийская граница. Это первая линия. Прямо дальше линия вторая. Забор немножко повыше. Но примерно все то же самое. Сзади Турция. Прямо сирия. Между ними примерно километр минных полей. Так что без встречающего проводника вот так самому не пройти. Протяженность границы почти 900 километров. Наблюдательные вышки через каждые 2 километра. На многих участках граница не освещена. Ночью здесь выколи глаз. Сам забор невысокий, но преодолевает его не сверху, а снизу. Земля каменистая, но вполне себя рыхлая. Так что сделать подкоп совсем не сложно. Этот путь настолько простой, что для тех, кто решился бросить все и начать новую жизнь, оказаться в халифате ИГИЛ не сложнее, чем поехать в отпуск. К примеру, недавно через Килис в Толицу ИГИЛ, сирийский город Ракка, попали 3 британских школьницы. Самый старший 16. На видео это она с автоматом на плече. Он сказал мне, ты должна прикрывать свои волосы, иначе считай, что ты ходишь голая. Алекс живет в небольшой деревне в штате Вашингтон. Одинокая молодая девушка внезапно стала получать письма от поклонника в интернете. Легкий флирт обернулся переходом в ислам. А потом Файсел, так звали поклонника, признался, что женат. Но объяснил, в Сирии, куда Алекс может поехать, женихов хватает. Как добраться? Дорогу покажут. Если что, Файсел и билет купит. А дом в пригороде Алеппо для нее уже подыскали. Файсел сказал, что нашел парня, который хочет на мне жениться. И я серьезно к этому отнеслась. Потом он отправил мне фото. Жених был очень толстым и лысым, но очень праведным мусульманином. Ее спасли родственники. К делу подключилась ФБР, и Алекс решила остаться дома. Тем более, что Файсела арестовали. В его квартире нашли пособие для производства взрывчатки. Но свою переписку с уже новыми друзьями из ИГИЛ девушка продолжает. Причина простая. Здесь намного лучше, чем на Ближнем Востоке, потому что здесь безопаснее. Но именно поэтому здесь очень скучно. Скука. Спасаясь от нее, тысячи молодых людей, забеспеченных с виду благополучных семей, убегают от жизни, где, кажется, все мыслимые проблемы уже решили за тебя и до тебя. Учеба, работа, семья, совместные поездки на отдых, внуки, спокойная старость. Это, может, и не закат Европы, но конец эпохи потребления, в которой само потребление и было главной идеей. Сутками стоять в очередях за новым смартфоном скучно. Безидейному потреблению тысячи агентов ИГИЛ в интернете на всех языках предлагают простую альтернативу. Вступай в наши ряды и борись с нами за равенство и справедливость. То есть за исламский халифат, против всех неверных и во имя Аллаха. Все то, чем ты жил раньше, – плата за участие. Назир уехал из родной Ингушетии в Сирию не воевать. Цель поездки – постижение истинного ислама. На месте обернулась принуждением к массовым убийствам. Ему чудом удалось бежать. Первое, что мне не понравилось, это то, что они дозволили убивать детей, женщин, стариков, священников, всех, кого попало, короче, военных, невоенных, без разницы. И второе, когда у них было совещание, я видел, как заходил, так скажем, американское обмундирование, то есть американец, военнослужащий, в охране, со всеми этими почестями, короче. И зашел к этому, где у них совещание было. Я удивился, я начал расспрашивать, кто такой, что он здесь делает. И такие же молодые ребята, как я, начали расспрашивать, удивлялись. И нам сказали, что это, мол, мы сотрудничаем с ними, он нам помогает. Это и есть тот самый американский вариант. Пока группа боевиков воюет против Башара Асада, ее очень удобно так называть. Снабжать оружием, лечить, обучать. Но стоит той же группе засветиться на другом фронте, к примеру, в боях под Багдадом, их тут же обозначают как радикалов. Проблема США в том, что этот процесс они не контролируют. Проблема Турции, как член НАТО и ближайший партнер штатов в регионе, она не может поступить иначе. Эрдоган, безусловно, против ИГИЛ, но призывает поддерживать умеренную сирийскую оппозицию, бригады которой постоянно переходят в ИГИЛ. На деле Турция сейчас поддерживает всех, кто владеет против президента Асада. Даже если это ИГИЛ, даже если это Аль-Каида. Хотя ИГИЛ не считает Турцию исламской страной и открыто угрожает нашей безопасности. Газианте, Пурфак и ЛИС, там уже работают сотни агентов ИГИЛ. Власти перебросили войска к границе с Сирией. Но ты не можешь приставить военного к каждому человеку. Сейчас Рамадан и у нас пост. Ничего есть, конечно же, вам нельзя. Приходите после молитвы. Лучших лепешек вы в жизни не пробовали. Горячие и острые. Самый вкусный в городе Лахмаджун лепешку с бараньим фаршем готовят здесь, на окраине Газиантепа. Днем, а по вечерам сюда приезжают за пищей духовной. Я давно слежу за этой пекарней. Каждую неделю к ней подъезжают вот эти две машины. Смотрите, вот логотип исламского государства. А вот второй. Это все происходит совершенно открыто. Эти фото Седат сделал из своей машины. Ближе подойти боялся. Говорит, те, кто связан с ИГИЛ, уже держат страхи не только населения, но и чиновников небольших городов. Старший сын хозяина пекарни погиб в Сирии. Младший тоже воевал там за ИГИЛ, а потом вернулся и открыл вечерние курсы Корана. Уверен, это прикрытие. Непонятные люди на машинах с символикой террористов собираются в пекарне и что-то обсуждают. Турецкие власти медлят с ответом. Очевидно, опасаясь открытого противостояния с исламистами, которое может одновременно поднять слишком много глубоких проблем. От курдов, мечтающих о своем государстве, и националистов, готовых воевать, чтобы не допустить его создания, до теневых магнатов, сколотивших целое состояние на перепродаже нефти из исламского государства. Неудача международной коалиции. Остановить ИГИЛ бомбежками не удалось. И четкий сигнал. Ни США, ни тем более ЕС. Не рассматривают наземную операцию против боевиков в качестве варианта решения проблемы. Все это говорит лишь об одном. Каждый, кто объявляет войну ИГИЛ, может надеяться только на себя. И пока Стамбул не хочет, а возможно уже и не может навести порядок на границе, с той стороны пристально смотрят. Через дырявый забор видно не только Турцию, но и всю Европу. Георгий Алисашвили, Сергей Шилин, Евгений Маруськин, Андрей Масляхов, Муслим Басханов. Первый канал. Турция.